Всем привет, это канал Миллион Абдулла. Сегодня я нахожусь в клубе метания ножей, где самый главный Станислав Аполлонов. Он находится в гаражный проезд Дом 2. Здесь автошкола ДСААФ, здесь запись по телефону Станислав Аполлонов. И работа в понедельник, среда и суббота. Вот именно в субботу, 14 декабря, мы планируем здесь семинар провести. Станислав любезно меня пригласил, и я думаю, что с 15, где-то до 17, 2 часа, это минимум времени, которое мы будем здесь находиться. На самом деле, скорее всего, больше. Станислав дал добро, говорит, целый вечер, давайте занимайтесь. Тема семинара будет «Сверхточечное битание ножей». Я покажу все тонкости, которые мне известны. Это работа пальцев, кисти, стойка, усилия на нож, потом динамические воздействия, ну и много-много чего другого. Так что обязательно возьмите с собой авторучку, бумажку, чтобы все записать, потому что в голове это может не отложиться. Я думаю, планирую снять техническую съемку, снимайте и вы тоже на камеры, на телефоны, на все, что вам захочется, чтобы ничего не упустить. Здесь 4 стенда, вот так. Работать будем с очень короткой дистанцией, 2-3 метра, не больше, чтобы нам было понятно. Потому что я считаю, что дальние дистанции на точность вы будете работать только тогда, когда с ближней разберетесь. Если с ближней у вас точность пойдет, на дальний она тоже пойдет, куда она денется. А если она у вас с ближней дистанцией не идет, то на дальний тем более она не пойдет. Поэтому разбираться будем с короткой дистанцией. Так, ах, 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 все ли я сказал? Ага, мани-мани, я люблю деньги, как и все люди. Поэтому деньги я принимаю в дар. Вы мне можете дарить только, сколько по своему усмотрению. Это перед началом семинара. А после окончания, если он вам понравился, то можете выдать мне еще премию. Тоже, столько, сколько считаете нужным, чтобы все было справедливо, по справедливости. Ой, Станислав, деньги мне не возьмет с вас, так что очень удобно. Много денег, давайте больше. Если немного, ну тогда сколько сможете. Еще я сколлиционирую марки и виниловые пластинки и CD-диски. Так что если есть ненужные, подчеркиваю, ненужные, тоже несите, я их приму в дар. В еду тоже, сгущенку люблю. Да. Так что приходите, не позанимаемся, нет. Скорее так. Это будет не занятие, это будет именно объяснение всех тонкостей метания, что касается точности. Вот так. Я вам все покажу подробнее. А вот когда вы это все будете знать, все попробуете, если у вас что-то не пойдет самостоятельно, да, где-то какие-то вопросы, можно сделать индивидуальное занятие. Там уже договоримся. Вот так. Или даже групповое, там, если 2-3 человека захотят, я сразу со всеми позанимаюсь. По большому группу трудно там, очень трудно отследить ошибки. Поэтому максимум 3 человека. Семинар будет посвящен сверхточному метанию ножей. Я покажу все моменты, которые влияют на точность с моей точки зрения. Эти моменты я собирал по крупицам. Все их обдумывал много времени. Поэтому я надеюсь, это все будет вам полезно. Я покажу работу пальцев. Хватит. Моменты, влияющие на точность в кисти, в руке. В корпусе, в стойке, в ногах, в прицеле. Покажу координаты, которые лучше всего использовать, чтобы добиться вообще максимальной точности. И при минимальных тренировках, точность у вас будет расти выше, чем у других людей. Это, так говорится, вы сами убедитесь на этом. Через какое-то время тренировок. Когда вы все обязательно записываете на бумажку, обязательно возьмите авторучку, потеплее оденьтесь, здесь все-таки прохладно. Со своей стороны я очень сильно постараюсь, чтобы у вас осела как можно больше полезной информации. Помимо этого, тот, кто будет участвовать в семинаре, сможет мне в личной переписке задавать вопросы по этому семинару. Я постараюсь очень подробно ответить. Сколько бы людей не пришло, один, два, я буду все равно стараться так, как будто бы здесь огромная аудитория. 10 человек придет, 20, 100, неважно. Пусть, конечно, что-то для меня приятно будет, когда много народу придет. Но приходите, в любом случае, я постараюсь делать так, чтобы вам понравилось. Вот смотрите, два ножа. Один немножко не докрутился, и другой чуть-чуть не докрутился. Не докрут, это тоже ошибка. Фактически нож должен войти ровно, абсолютно ровно, абсолютно в нужное место, без всяких отклонений. Если есть отклонения, этот нож вам говорит, вы сделали ошибку. Если отклонение небольшое, ошибка незначительная. Если отклонение большое, ошибка большая. Но ошибка может состоять из двух-трех элементов. А бывает так, что вы воткнули все ровно и все хорошо. Но две ошибки компенсировали друг друга. И тогда, если вы это запланировали, это уже не ошибка, это высшее мастерство. А если вы не запланировали, может быть точное попадание, может быть случайностью. И чтобы этих случайностей не было, все было закономерно, я вам все по полочкам разложу, что влияет на перекрут, не докрут. На все-все-все-все полностью. И, например, положение руки, оно должно быть таким. Вот вы бросили, а нож улетел. Рука как попала ушла. Нет, она должна оказаться в нужной позиции. Вот так. Если она то тут, то там, нету этой античности броска. Опять, в то же положение. Вот это все будет показано и рассказано, разжевано на форуме за несколько часов, которые нам тут любезно предоставили. Я надеюсь, вам будет интересно. Всем пока-пока. Еще что-нибудь поснимаем. А сейчас я еще немножко пометаю. Чтобы не сбивать дыхание, есть такая палочка, выручалочка. Вот, посмотри. Я не нагибаюсь, я не теряю дыхание. Соответственно, точность у меня выше. Если ты будешь нагибаться все время, сбивать дыхание, будет уходить точность. Вот. Один левее, другой правее. Это значит, что у меня все еще неустойчивая позиция. Не пристрелена. Теперь большой перекрут. Нам ножи говорят ошибки, ошибки, ошибки. Но попробуем безошибочно все-таки положить ножи туда, куда хотим. В это перекрестие. Бросок не идеальный, но мы, как видим, вот перекрестие практически отклонение небольшое достаточно. Попробуем еще раз. Сразу прекращаю метание, потому что у стенда кто-то берет ножи. Это надо обязательно прекращать. Знаете, я промазал. Да, три раза промазал. Все три ошибки, все три ошибки, они связаны с отклонением от точки. Но если посмотреть с этой стороны, все ножи имеют недокрут небольшой. Как я это могу исправить? Раз есть недокрут, значит, бросок достаточно сильный. Надо его ослабить. Опять ерунда какая-то. Вот я его ослабил, а потом он опять посильнее пошел. То есть вот этот вот разброд ножей, каждый нож. В общем, сплошные ошибки. Еще немножко покидаем. Вот я показываю этот нож. Он попал туда, куда я хотел. Но на самом деле я промахнулся. Почему? Нож имеет перекрут. Соответственно, истинная точка, в которую он должен был попасть, это вот сюда. Выше. Ну, а за счет перекрута это случайное попадение получилось. Мы целимся центром тяжести. Вот сейчас нож имеет очень незначительный недокрут. Если приложить нож вот так вот, то практически попадание немножечко ниже. Вот так. По вертикали тоже есть отклонения. Вот как только у вас ножи начинают ложиться ближе к точке прицеливания, появляется, так сказать, кучность, это уже говорит о том, что грубые ошибки начинают уходить. Когда у вас подозрительно ножи плотно приходят друг к другу, но с одинаковой ошибкой, ну, это не будем учитывать. Это означает, что, может быть, может быть, вы ошиблись в позиции и стоите не на той точке, где надо. Надо немножечко сдвинуться. Ну, еще. Я, когда кидаю, всегда ножи делают какие-то микроскопические ошибки. Надо почти, надо среднее. И идеальный бросок, да, это то, к чему надо стремиться. Если у вас получился идеальный бросок, не спешите радоваться. Это тоже может быть еще не доработано. Как на охоте. Попал, куда хотел, а сбери упал не там, где надо. Огромное спасибо Стасу, балонному, кочевнику за предоставленную возможность. Надеюсь, мы ей воспользуемся. Так что, 14 декабря, милости просим. Всем пока-пока. Вам, Игорь, спасибо за то, что согласились провести семинар. О, всегда, пожалуйста. Ну, еще пока не провели, пока рано говорить спасибо. Пока только планируют. Субтитры сделал DimaTorzok